Примите искренне поздравления, коллекция просто волшебная, сказочная. Расскажите, как пришла идея создать такую коллекцию и такие яркие цвета использовать? Идея у меня пришла абсолютно случайно. Я всегда мечтала, чтобы наши детки одевались ярко, сочно, красиво. За основу я взяла сказочный лук, на котором гуляют девушки и дети, летают волшебные бабочки, пчелки. Все это я... Прыгают кузнечики, жучки. Все это я отразила непосредственно в нашей коллекции. Яркие цвета. Я связываюсь с тем, что все-таки наступление весны, это солнце, счастье. Дети должны одеваться ярко, красиво, модно, чтобы наша жизнь не была такой серой и скучной. Все-таки детство, оно один раз в жизни. Поэтому спасибо за поздравления. Скажите, а почему именно вы нацелились на детскую аудиторию? Я сама мама. У меня есть доченька, которую я обожаю. Я очень люблю детей. Я профессионально занимаюсь взрослой одеждой. Но особое внимание уделяю... Среди моих клиентов есть и маленькие дети. Ко мне в ателье приходят шиться с семьями. Вот. Ну, и без детей нам никак. Дети – это наше будущее. А будущее должно быть счастливое и яркое. Соответственно, мы должны воспитать их на чем-то красивом. Ну, так? Скажите, а вот... Ну, для начала, сколько дочке лет и как зовут? Моей дочке 9 лет. Зовут ее Катюша. Скажите, а какие ткани вы использовали вот для вот этой коллекции? Ведь у детей очень нежная кожа. Как бы наверняка вы как бы акцентировали внимание на том, что нужно очень-очень сильно подбирать. Какие ткани были использованы? В основе, подкладка у меня выполнена из хлопка, 100% натурального хлопка. Да, он умнется, но к телу должен прилегать натуральный материал. Непосредственно вверх юбки. Они сделаны частично из шелка, частично из легких современных тканей. Также использованы пайетки. Мы использовали цифровую машину, вышивку, чтобы передать некоторые элементы. И ручная работа, ручная вышивка. А за какое количество времени вы потратили на создание коллекции? Так как у меня очень сильная команда, у меня в ателье работают девочки с золотыми руками, которым я передаю привет и очень благодарна. Мы сшили коллекцию относительно небольшое время, всего лишь за полтора месяца. Но у меня гениальные мастера, я повторюсь, гениальная команда, благодаря которой нам удается, кроме того, что мы сшим коллекцию, обслуживать еще многочисленное количество наших клиентов. А после такого триумфа здесь на эстете, где вы планируете еще выставляться и использовать именно акцент на детскую аудиторию? У меня сейчас очень много предложений. Меня приглашают уже сейчас поучаствовать. Несколько модельных агентств предлагают. По России это Воронеж, Крым. Осенью мы планируем ехать в Германию. Нас уже пригласили дальше. Я, естественно, буду участвовать у нас в Беларуси на Белоруссию. Также, буквально через неделю у нас следующие показы в Минске, но на нашем фестивале «Эднастыль». Вот там мы будем выставлять белорусскую коллекцию, в которой в том числе будут участвовать наши детки. И буквально финальный вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям, нашим подписчикам? Детям и... И детям, и подписчикам, и зрителям. А, подписчикам и зрителям. Будьте счастливы. Любите детей, любите природу, любите друг друга. Просто будьте счастливы. И все. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо.